Так, секундочку. Так, 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 вот она презентация, поделиться. Итак, продолжаем. Самый первый скриншот, самый первый скриншот Play Market. То есть вы заходите в приложение Play Market, и вам нужно установить приложение Перископ. Ну, то есть я зашла в Play Market, потом второй слайд. Я обычно, у меня вот таким образом отображается мой Play Market. Может быть, у вас как-то по-другому выглядит. Я нажимаю обычно вот на это слово, лучшие, нажимаю, и появляется у меня вот такое дальше окно, вот такая страница, третий скриншот это на презентации. И я, конечно, дальше через строку поиска, вот она здесь квадратиками, да, все эти места, с которыми нужно там работать, да, они отмечены красным квадратиком. Я нажимаю на поиск, и дальше у вас отображается следующее. То есть открывается примерно вот такая страница. Это я делала скриншоты со своего телефона. И дальше в строке поиска нужно просто набрать вот это слово Перископ. И вот тут он сразу при наборе первых букв, он появится прямо в списке первый будет, да, этот Перископ, это приложение. То есть Перископ Live Video, вы на него просто-напросто нажимаете. Дальше появляется вот такая страничка, ну, да, в приложении появляется такая страничка, и нажимаем кнопочку «Установить». Ну, я думаю, все знают, как устанавливать там то или иное приложение. Нажимаем на эту кнопочку, открывается вот такое уведомление, да, что Перископу требуются следующие разрешения, и мы здесь нажимаем кнопочку «Принять». Да, вот если у кого-то сейчас телефон под рукой, да, кто смотрит через компьютер или через ноутбук трансляцию, вы можете прям взять телефон и прям по ходу нашего сегодняшнего, да, можете установить Перископ, если еще им не пользовались до этого. Далее идет сама установка, да, после того, как вы нажимаете кнопочку «Принять», да, вот на следующий слайд давайте посмотрим, он первый на этом слайде. Дальше идет установка, да, вот я прям пошагово вам сделала скриншоты. А после установки, как приложение установится, у вас появится, ну, примерно вот такое окно, да, ну, сообщение, что можно уже Перископ открыть, да, то есть мы нажимаем на кнопочку «Открыть», и далее появляется вот такое окно тоже, да, ну, либо оно сразу открывается, приложение, либо, если не сразу, ну, там, в зависимости у кого какой телефон, да, может быть внизу вот такое уведомление, да, и тоже появится кнопочка «Открыть». То есть мы просто-напросто его открываем. И дальше, смотрите, чтобы зайти уже в сам Перископ, два способа есть. Есть первый способ – это вход через Twitter, да, то есть активация аккаунта Перископа через Twitter, и есть вариант через номер телефона. Так как у меня в Твиттере тоже есть аккаунт, да, то я зашла уже в Перископ, да, и активировала аккаунт в Перископе именно через Twitter. Если же у вас нет Twitter, нету Twitter, да, то значит вы просто через номер телефона активируете свой аккаунт. Вот. Там, значит, вам придет просто, наверное, код какой-то, да, и нужно будет подтвердить. И все. И дальше, смотрите, когда я активировала свой аккаунт в Перископе через Twitter, да, то появлялось вот такое, значит, сообщение, да, что разрешить ли приложению Перископ использовать вашу учетную запись. И вот здесь вот я вводила адрес электронной почты, который у меня в Твиттере, да, и пароль. И дальше нажимала кнопочку «Авторизовать». Если у вас через номер телефона, ну, там тоже что-то подобное будет, да, и просто на номер телефона там вам, наверное, отправят код какой-то, да, и вы также сможете потом авторизоваться в Перископе. И нажимаем, да, кнопочку «Авторизовать», и, в принципе, происходит авторизация. Уже когда вы войдете в Перископ, собственно говоря, да, нажмете на иконку в вашем телефоне, то откроется вот такая страница, да, примерно вот такая страница, и сверху будут вот такие кнопочки. Вот эта самая первая кнопочка, которая выглядит вот как телевизор, да, как телевизор, это, можно сказать, главная страница, и здесь отображаются трансляции, которые вот идут в настоящий момент, да, которые вот прямо сейчас проводятся в прямом эфире. И вот тут так получилось, у меня тут девушка какая-то, вот она написала «Коничева всем» с пятницей, это как раз сегодня, да, я с камешот тоже делала. Вот, потом, то есть на первой странице сначала идут популярные трансляции, да, то есть те трансляции, которые смотрят наибольшее количество человек на данный момент, да. А дальше, если вы ниже еще прокрутите страничку вот эту главную, да, где телевизор вот этот нарисован, да, если эта кнопочка активна, то ниже тоже будут перечислены трансляции, которые уже прошли. Смотрите, когда трансляция заканчивается в Перископе, да, того или иного пользователя, то эта трансляция сохраняется в течение 24 часов. И после окончания трансляции в течение 24 часов любой человек может, в принципе, ее посмотреть, да, и потом они удаляются. Есть какой-то способ, когда можно сохранить себе на телефон, да, трансляцию. Ну, вот я, к сожалению, не помню, там какую-то специальную ссылку нужно вводить. Не знаю, может быть, в интернете попробовать поискать, там, как сохранить трансляцию в Перископе, да, может быть, какую-то информацию найдете. Вот, я, к сожалению, вот сейчас не помню, что там, какую ссылку нужно вводить. Итак, значит, как я сказала, да, на втором вот этом скриншоте, да, если мы ниже прокрутим страничку, то будет перечень трансляций, которые уже завершились, но которые вы можете, тем не менее, посмотреть, просто нажав на видео, да, вот слева отображается тоже как бы картиночка видео, да, ну, либо на название самой трансляции, да, и вот тут вот перечень идет этих завершившихся недавно трансляций. Дальше, следующая кнопочка, вот такая, вторая идет, да, после телевизора, вторая кнопочка, это как бы такие полосочки с точечками, но тут тоже я на скриншоте отметила квадратиком. Если вы сюда зайдете, то здесь тоже идут трансляции в прямом эфире, там, по-моему, отображаются, если я не ошибаюсь, три трансляции, да, вот которые идут прямо сейчас, и вы тоже к ним можете прямо сейчас присоединиться, но там они, вот любые могут отображаться, абсолютно любых пользователей, да, если вам, у вас что-то зацепило в этих трансляциях, да, вы, конечно, можете нажать на них, да, и подключиться к этой трансляции, вот, если же вам не нужны эти трансляции, да, а мы с вами сказали, что будем искать японцев, да, японцев для общения, поэтому мы далее переходим на следующую вкладочку, это иконка планеты нашей, да, вот земного шара, нажимаем на нее, и тогда у вас открывается карта, ну, часть карты мира, да, вот как сейчас у меня, да, на первом, значит, скриншоте на слайде. Но нам нужна Япония, то есть мы прямо по запросу, вот что вам нужно, да, вот ту страну мы ищем, каким образом мы просто пальцем двигаем эту карту по направлению к Японии, да, и вот на втором скриншоте как раз же, да, вот эта же кнопочка у нас активна, то есть кнопочка с земным шаром, мы двигаем пальцем эту карту и добираемся до Японии с вами, да, вот на втором скриншоте, да, и вот еще раз повторюсь, вот она Япония, и здесь мы видим красные такие кружочки с цифрами, да, вот один у меня здесь есть, пять, вот Токио, Нагоя, Осака, да, вот здесь вот тоже четыре. Смотрите, если вот эти кружочки красные, это значит, что трансляция ведется какими-то пользователями в прямом эфире, то есть вы прямо сейчас можете, например, нажать, да, на какую-то из этих красных кружочков, на какой-то из этих красных кружочков, и вы попадете прямо вот в прямую трансляцию к пользователю какому-то. Ну, в данном случае у нас Япония, соответственно, вы к японцу в трансляцию попадете. Если же кружочки голубые, вот как на предыдущем, например, слайде, да, видите, здесь есть вот голубенький кружочек с цифрой 19, с цифрой 7, ну, тут в Австралии и так далее, это значит, что трансляция уже завершена, но вы можете посмотреть ее запись, да, в записи можете посмотреть. И дальше нужна прямая трансляция, да, мы, соответственно, можем пальцами раздвинуть карту, то есть масштаб, получается, увеличить, да, ну, то есть приблизить к себе там какой-то район. Вот следующий скриншот, третий, да, это я как бы расширила карту, и вот в Токио, да, вот здесь вот красненький кружочек, да, и там циферка 2, то есть это значит, что два пользователя ведут какую-то трансляцию. Соответственно, я на этот кружочек нажала, да, вот выделен он у меня здесь тоже квадратиком, и появляется список пользователей, которые вот вещают на данный момент. Вы просто нажимаете на название трансляции, либо на картинку видео, да, либо на первую, там, либо на вторую, ну, то есть что вам зацепило, ну, вот, нажимаете, и, соответственно, переходите уже непосредственно, вернее, попадаете в саму трансляцию. И вот на следующем слайде первый вот этот скриншот, да, я нажала, и вот такой японец интересный как раз вещал, скажем так, вот очки у него, ну, японцы, да, они как всегда. В своем репертуаре у него тут какой-то капюшончик в виде, не знаю, пингвина или кто там, очки в форме сердечка, да, вот что-то он там ест. И внизу, внизу есть, значит, раздел или поле, где вы видите комментарии или вопросы других пользователей, которые тоже зашли в эту трансляцию, а также вот тут вот внизу в самом, да, тут, если вам видно, я не знаю, там написано «скажите что-нибудь». То есть в этом поле, в самом нижнем поле вы можете свой вопрос на японском языке написать, соответственно. Ну, или хотя бы на английском, там, да, если японским еще не очень хорошо владеете, можно попробовать написать на японском, но не знаю, японцы как-то считаются, что они, ну, не, скажем, хорошо владеют иностранными языками. Может быть, если вам повезет, да, на английском языке, он поймет, что вы написали, ну, отлично, да, ну, конечно, лучше писать на японском языке, хотя бы какие-то простые фразы. И, возможно, да, он, что он вам ответит. То есть вот тут как раз прямая трансляция вот этого пользователя была, да, тоже сделала скриншот. Дальше, следующий скриншот. Здесь я нажала уже на голубенький вот этот кружочек, и, как я уже говорила до этого, если кружочек голубого цвета, это значит, что трансляция прямая закончилась, но вы можете посмотреть ее в записи. И при нажатии, да, на этот кружочек, вот здесь число 10 написано, это значит, что 10 трансляций вы можете посмотреть. И трансляции велись из, вот в данном случае, из Синдюгу, да, из района Синдюгу. То есть тут и эти названия городов тоже, да, есть, и вы можете посмотреть, из какого города именно ведется трансляция. Хорошо, это что касается того, вот как вы можете легко и просто найти японцев. На самом деле там по всей Японии очень много ведется трансляций. Вы можете зайти к одному пользователю, к другому пользователю, посмотреть, о чем он говорит, да, что он вещает, вот, ну и просто посмотреть, скажем так, на Японию, да, вот глазами японца, ну и заодно пообщаться, познакомиться с ним. А дальше, ну, так как мы уже говорим про приложение Перископ, да, как найти японца, я думаю, вам понятно. И как, например, вы еще далее можете использовать Перископ? Вы можете, например, найти какого-то пользователя, если вы знаете, да, что вот он пользуется Перископом, и может быть, это известный какой-то человек, да, вам интересно понаблюдать там за известным человеком, там тоже с ним как-то в Перископе пообщаться. Вы можете найти этого человека, попробовать поискать в Перископе. Для этого мы нажимаем следующую вот эту кнопочку, да, где вот три человечка здесь изображено, и внизу появится кнопочка поиска, да, ну, лупа в кружочке тоже в таком. Вы на нее нажимаете на эту лупу и вводите дальше в поисковой строке, да, там название, ну, или, может быть, имя и фамилию человека, да, можно тоже так найти. И, соответственно, появится там список аккаунтов, да, вот с похожим именем, да, с похожим названием. Ну, у меня тоже есть аккаунт, конечно же, да, в Перископе, правда, я им так активно не пользуюсь, трансляции через Перископ не вела еще, но, тем не менее, вы можете тоже там посмотреть, кого-то поискать, да, там, если кто-то вам интересен. И плюс к этому здесь вот на первый, да, скриншот, который вы сейчас видите на слайде, вы можете отредактировать свои данные, например, какие-то вот тут справа сверху есть значок карандаша, ну, вот на него просто нажимаете, можете ввести там, я не знаю, название, да, вашего аккаунта, какую-то информацию необходимую, можете настроить свой аккаунт, если вам нужно. Так, дальше, следующий скриншот, ну, это вот мой, опять же, да, скриншот, также можете меня найти по запросу Tensai.gokou, выйдет вот такая, ну, страничка, да, и тоже сможете, например, нажать, да, японский язык со Светланы Гончуковой, и сможете подписаться. Но, опять же, говорю, что через перископ я пока что трансляции еще не вела, вот, ну, просто как вариант, да, чтобы вам показать, как вы можете других пользователей тоже искать. И, например, при нажатии на вот это название, да, в моем случае, дальше откроется вот такое окошко, и здесь дается некая информация, да, об аккаунте. И вот у меня, например, да, здесь написано «недавние», здесь отображается количество проведенных недавно трансляций. Ну, у меня ноль, да, потому что, как я уже говорила, что трансляции через перископ я не вела. У меня 22 читателя, то есть это 22 человека, это подписаны, да, на мой аккаунт в перископе, и 69 у меня – это читаемые, то есть кого я читаю, как бы, да, на кого я подписана в перископе. Ну, вот, ну, просто вот такая, да, общая информация здесь дается. И дальше, так, здесь у нас что? Вы, конечно же, тоже сами можете запустить трансляцию. Каким образом? Вы можете вернуться на главную страницу, да, там, где телевизор изображен, да, вот он у меня тоже выделен квадратным, квадратом красным, и внизу у вас вот такой кружочек красненький будет, да, со знаком, ну, значок фотоаппарата, да, или камеры, не знаю. И просто нужно нажать вот на эту кнопочку, да, справа внизу, и тогда у вас откроется вот такая страничка, да, это второй скриншот, и вы можете сделать эту трансляцию либо доступной для всех, абсолютно для всех, да, либо вы можете сделать трансляцию доступной для определенной группы. То есть вы создаете группу, но там уже понятно, да, при нажатии вот сюда на вот этот треугольничек, да, там выпадет список, и будет написано, там, сделать трансляцию общедоступной или сделать трансляцию доступной для определенной группы людей. Ну, например, вы не хотите, чтобы все в мире могли, да, вашу трансляцию посмотреть, значит, вы просто ограничиваете доступ для определенной группы, и все. И дальше просто нажимаете кнопочку «Начать прямой эфир», и запускается прямой эфир вашей трансляции, и ее тоже могут смотреть, тоже другие пользователи Перископа могут к вам подключаться, там, писать какие-то вопросы и так далее. Вот, в принципе, и все. Продолжение следует...